Юбилейный 10-й набор медицинского класса сегодня приступил к ознакомительной практике. Школьников распределили по отделениям. Трудятся они в качестве младшего медперсонала. До этого провели экскурсию по областной больнице. Побывать успели даже в реанимации и оперблоке. Но сначала познакомились с коллективом клиники. У вас сегодня судьбоносная встреча. Первая встреча с легендарным коллективом областной клинической больницы. Итак, вы находитесь в крупнейшей клинике. Крупнейшей клинике за Уралом. В стационаре за год успевают пролечить 51 тысячу пациентов. В поликлинике принять 201 тысячу. Работают в клинике больше 3000 сотрудников. Мечта десятиклассника Николая Романова пополнить эти ряды. Уверен, поступив в медкласс 170-й школы, он стал на шаг ближе к этой мечте. Считаю, что это лучший медицинский класс в городе Новосибирск. Поэтому решение было принято уверенно. А какие у него плюсы? Ну, прежде всего, сотрудничество с областной больницей, с университетом. Я считаю, это главное преимущество. А еще с медколледжем. Занятия там позволят получить сестринский сертификат вместе с аттестатом. В школе углубленно изучают не только химию и биологию. Есть медицинский, английский и даже латинский. Будущим врачам без него никуда. В юбилейном 10-м наборе. Три мальчика и 27 девочек. Родители не пытались это говорить? Пытались и до сих пор у Павла пытаются. Говорит, что очень сложно, но я не вижу себя вообще ни в какой другой профессии. Только в медицине. Экскурсия начинается в детском пульмонологическом отделении. Знакомит с ним Маргарита Косымова. Сейчас она старшая сестра. А начинала в реанимации и интенсивной терапии новорожденных. 10 лет назад ее признали лучшей медсестрой в стране. Школьникам интересно, насколько сложно работать с малышами. Все боятся маленькие. Сначала может быть и жалко, но потом, когда ты работаешь, ты понимаешь, что от тебя зависит жизнь. Там некогда. То есть ты делаешь, делаешь 24 часа. Все-таки ты от них не отходишь. То есть это очень ответственно. Об ответственности рассказывают во взрослой реанимации. Медиков могут экстренно вызвать в любое отделение стационара или поликлиники. С собой сумка, в которой набор препаратов и расходного материала готовы к любой ситуации. Вот, а мешок АМБО. Это тоже применяем для того, если пациенты сами не дышат, то вот за ними дышат вот такой мешок, который применяется к пациенту, и он дышит. В оперблоке пока ученикам показывают операционный. Знакомятся с алгоритмом работы, демонстрируют оборудование. На хирургических вмешательствах побывают позже. Впереди будет много возможностей увидеть медицину изнутри. Подобрался такой поток, что действительно глаза горят. Вот уже даже видно девочку, которая просто хочет с детьми работать. То есть у нее ни реанимации, ни новорожденные не пугают. Поэтому, да, это здорово, потому что медицину нужно идти с горящими глазами и с сердцем. Узнать профессию ближе ребята смогут на этой неделе. Во время каникул начали проходить ознакомительную практику. Рута Келлер, Наталья Цопина, Сергей Жданов. Новости ОТС.